На сцене два представителя города Киев. Лесничий Максим и Элерт Александр. Здравствуйте! Ребята, давайте не будем ничего спрашивать, сразу выступать. Да, начинаем. Давайте сразу. Давайте, чтобы смешно сразу, да? Сделаем. Или вы хотите поболтать? О чем болтать сейчас? Давайте сразу, что с ними болтать? Поехали, первая минута. Так, все, один на один, ты окружен, ты понял? Все, не с места, вот так и стоим. О, паучка разбудил, ну все. Руку, говорю, дай встать не могу. Все, окружен, говорю, ты понял? Малычек, вы не проходите кастинг, новую полицию. Ты нормальный, что я со старой увольнялся? А гонки космонавтов? Чу-чу. Когда смотришь американские фильмы, думаешь, чё они вставляют это в каждый фильм? Оказывается, это смешно. Смешно. Ребята, одна тысяча гривен у вас есть. Не буду напоминать, как вы ее заработали, но надеюсь, что она даст вам толчок для будущих попетов. Итак, поехали. Случай на сходке. Принес? Твою мать, забыл. Прикинь, утюг выключил, а эту штуку забыл. Очень просто, очень смешно. Тоже много таких мы уже видели за свою жизнь, а это очень просто. Забыл. Ребят, вы знаете, сколько вы выигрываете уже? Печерочка. Печерочка. А может быть, знаете, сколько? Сколько? А может быть, десяточка. Это называется две пятерочки. Две пятерочки. Поехали. Увольнение стриптизерши. Все, значит, Снежана не нужна, да? Снежане, значит, 46. Снежана набрала, Снежана пошла вон. Это смешно. Что смешно? Это еще не смешно. Но мне смешно. Ты что, сидишь, лыбишься. Но мне смешно. Ну смешно. Да. И программа «Размеши, Кобика». Да, мне смешно. Десять тысяч гривен у треви. Мешная старая тревизорка. Я же говорил, две пятерочки. Две пятерочки. Ребят, хотите, может, две десяточки? Но это еще и ногами. Две десяточки хотите? Да, безумно. Давайте попробуем. Поехали. Снежана, значит, шест погнула. Снежана в торт не влезает. Пошла вон, да? Да заберите свое вонючее конфетти. Сама ухожу. Выход там. Я за флешкой. Шпион ошибся номером. Тру-тру. Алло. Енот обнаружил кисель. Что? Собака словила измену. Дайте дослушать хотя бы одну. Сейчас, видимо, и дослушайте, ребят. Сейчас дослушайте. Но смешной ход ошибки человек. Ребят, две десяточки. Две десяточки. Причем самое интересное, чтобы енот это ласточка, было бы не смешно. А вот енот кисель, вот здесь нужно точно. В рифму, в рифму попал. Очень точно. Ребят, двадцать тысяч гривен. И вы в одном шаге, да? Приза. Пятьдесят тысяч гривен. Или заберете двадцать. Смотрите, можете с нулем идти. У нас проезд дороже. Итак, идете? Да. Напоминаю телезрителям. Пятьдесят тысяч гривен на кону. Итак, представьте Ляшко в детстве. Мама, скажи, а можно я пиду на улицу с хлопцами целуватися? Нет, конечно. А можно тогда включу фильм, где хлопцы целуются? Нет, конечно. Зашибись каникулы с копинятами. Какая-то радость. Зашибись каникулы, видимо, сделали себе Максим и Александр. Идем дальше или забираем пятьдесят тысяч? Нет. Забирайте деньги, вы становитесь победителями. Размеши свечного. Сделать, чтобы я спешил. Размеши свечного. Наши дамки, слушай. Размеши свечного. Ты становишься колпотки. Размеши свечного. Ну, какое может быть настроение с пятидесяти тысячами в кармане? Мощное. Хорошее настроение теперь уже. Главное не волноваться и не таратовить. И быть смешными. В конце концов. На сцене Феликс Никитин. Город Казань. Встречайте. Феликс, здравствуйте. Феликс, у нас десятый сезон, а вы в черном. Юбилей же. Не для всех. Или это праздничный костюм у вас? Владимир тоже же в черном. Да. Но не весь. Я боюсь, если Феликс сейчас тоже скажет. Не весь. Да. Феликс, а я вас помню. Я вас тоже. По прошлому году. Вы, кстати, насмешили. Очень смешной стендап у вас был. Такой медленный, медленный, очень точный. Что-то было очень смешно. Я не помню. Убивающие слова просто были. Да? Очень грамотно, так литературно написаны. Ну, просто история про себя. Как-то она мне запала в душу. Я вас вспоминал. Витя. Витя, остановись. Витя. Это не та передача. Я и так волновался теперь. Ну, а что тут теперь? Уже растрогались вы. Слушайте, а в анкете написано, потратите деньги на поездку в Европу. Так потратили? Ну, да, я ездил. Прекрасно. Куда? В Чехию. Мне очень там понравилось. Пивко, да? Нет. Просто понюхал пиво. Такой интеллигентный тигнет. Даже не глотал пиво. Гулял в том. Гулял, конечно. Метро? Метро. Метро. Булочка. Булочка. Ничего не трогал. Метро. Булочка. Чехия. Супер. Слушайте, Феликс Витальевич. Да, спасибо. Удачи. Все, начинать надо? Ну, как хотите закончить. Феликс, вы готовы? Да. У вас есть юмор на 6 минут? Сейчас узнаем. Поехали. Да. Знаете, недавно у меня был секс, и когда все закончилось, я говорю, слушай, мне очень понравилось. Она говорит, а мне не очень. Я говорю, ну, всем не угодишь. А это очень смешно. Феликс, что же вы делаете? Предупреждать надо. Феликс, продолжаться будет эта история? Ну, если вам не интересно, чем там закончилось, могу. Нет, в том-то и дело. Поехали дальше? Ну, давайте, да. Ждем с нетерпением. Я говорю, ну, всем не угодишь. Могла бы как бы из-за меня порадоваться. И все, что только о себе думать. Я общаюсь с разными людьми в разных местах, и одно из таких мест — это подъезд. Вообще у нас подъезд очень дружный, то есть все друг друга знают, поэтому не здороваются обычно. У нас вот тетка главная по подъезду, она вообще не компанейская. Недавно в собрании дома была, она одна пришла. Феликс, я вас поздравляю. Пять тысяч. Спасибо. Десять будет? Посмотрим. Теперь уже я должен биться. Давайте похлопаем. Поехали. Одна пришла, подставила дружный коллектив. У нас еще, знаете, в подъезде есть такая четкая телка, королева подъезда. Не, вот знаете, если в отношениях что-то не так наступает, у нее сразу запись на стене в подъезде появляется. Я посчитал, за последний год она 12 раз была шалавой, 11 раз проституткой, 1 раз дурой. Последняя, кстати, правда, потому что при всех этих регалиях она до сих пор пешком ходит и в хрущевке живет. Видимо, не до конца выкладывается. Как и в каждом подъезде у нас есть, знаете, такая соседка-следак. Она все про всех знает, но никогда не палится с бабками у подъезда. Недавно я выхожу из подъезда, она говорит, там в подъезде бутылки, я знаю, это ты. Интересно, откуда она знает, что это я, особенно если учиться, что это как бы не я. Я научился с ней бороться, я говорю, нет, это не я. Она говорит, а кто? Я говорю, это вы. Она говорит, с чего ты взяла? Я говорю, с того же, с чего и вы. У меня тоже маразм. Другая стадия. Ой. У меня друг один есть. Он, знаете, в институте, когда препод говорил, что автоматы ставят, он все время про пулеметы спрашивал. Ну, то есть, разбирается в юморе как бы человек. У меня, у бабушки есть парень, ну, все, я проиграл. У меня нет таких коротких шуток, у меня все, видите, я... Не надо короткие. Феликс, к сожалению, единственное, что мы вам можем предложить, это наши хорошие эмоции, аплодисменты зала. Но, к сожалению, сегодня не ваш день. Приезжайте к нам еще, потому что нам кажется, что вы достоин главного приза. Да. Всего доброго, Феликс, до свидания, но как бы не хотелось нам это делать, но приходится. Пока-пока. Проект вообще интересный, своеобразный. Желаю комиков побольше, юмористов, дуэтов, выступающих, интересных, необычных, чтобы побольше людей выигрывали, побольше денег. Как же это всегда обидно, а, Витя, очень обидно. Вот появляется человек, офигенная же шутка. Просто офигенная ситуация, образ, интеллигентный. Он может себе позволить говорить о сексе, это не пошло из его уст, из этого характера. И на тебе, да? Как же обидно, да. На сцене представитель, а вернее представительница города Лабытнанге, Перевертайла Александра. Саша, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Вы такая хорошая. Спасибо. Такая светлая. И вот, мне кажется, в тот раз... А, 50 тысяч вы выиграли? Да. А какой шуткой вы выиграли 50 тысяч? О, какой последней? Если честно, не помню. Вообще не помните, чем рассмешили нас? Ну, хотя... Была такая шутка, довольно-таки пикантная, про КамАЗ, если помните. Про КамАЗ? Да. Была такая шутка, я не могу ее сказать слух. Сегодня какой будет юмор? Ну, примерно в том же стиле. Ну, так как я ничего не помню с прошлого раза. Очень, очень хорошо. У нас с вами увлекательная и познавательная беседа сложилась. Александр, мы желаем вам удачи. Мне очень нравится, когда люди очень скромные, у них, как правило, очень смешные шутки. Я в вас верю, поехали. Сейчас я работаю экскурсоводом третьей категории в Государственном музее истории Лиги. В первый же свой рабочий день я познакомилась с коллективом, но разговор не сразу пошел. У меня просто не так много хронических заболеваний. У нас в музее есть своя стена плача, она у нас находится возле бухгалтерии. Как-то надо было пораньше отпроситься с работы, и я говорю начальнице, отпустите ради бога, ради любого бога. Одна тысяча гривен уже есть. Я думаю, что мы дальше будем слушать про ваш коллектив, да, Александра? Ну, там есть еще пара шуток, я думаю, интересно же вам услышать. Очень интересно, и очень хочется, чтобы вы выиграли еще больше денег. Поехали. Мне кажется, что все сотрудники Государственного музея истории Лиги после смерти попадают в Государственный музей истории Лиги. Даже не буду спрашивать. Дальше, да, идем, Александр? Опа. У нас в музее свои правила, у нас в инструкции так и написано. В случае чего сбор возле иконы Архангела Михаила. Знаете, я вот с тех пор, как работаю в музее, стала замечать странные вещи. Недавно еду в метро, и у женщины на заставке телефона стоит икона. Ну, мне кажется, что это очень странно. Наверное, она, когда идет по темному переулку и светит телефоном себе дорогу, то это выглядит как крестный ход. Конечно, очень смешная тема, но очень-очень, очень тонкая. Зыбкая такая, да. Я вас поздравляю, 10 тысяч гривен. Спасибо, спасибо большое. 10 тысяч гривен есть. Ну, аплодисменты сейчас были такие, как будто вы уже забрали и выиграли, и ушли с этой суммой. Будем рисковать? Ну, еще постою тут чуть-чуть. Ну, я надеюсь, не просто так, а что-нибудь расскажете. Ну, конечно, да. Итак, 20 тысяч гривен на кону. Поехали. Ну, а теперь пришло время поговорить о страшненьких девушках. Знаете, о таких страшненьких, которые всегда говорят по скайпу без видео. Даже с родителями. Спасибо. Я представляю, сейчас все родители у телевизора. Точно. Ага. Ага. Так, поздравляем вас. 20 тысяч. 20 тысяч гривен. Совсем забыли вас поздравить, Саша, что-то заигрались. Но задаю вам вопрос. 50 тысяч гривен, это же больше, чем 20? Ну, да, конечно. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем дальше. Поехали. Родители всегда таким страшненьким девушкам говорят, «Ты у нас самая красивая». И не факт, что они врут. Может, из их семьи она действительно самая красивая. И странно, но за страшненькую девушку никогда не дерутся. Тут скайп ломят самой девушке. Но это заметит только ее лучшая подруга. Мать. И у страшненькой девушки, у нее свое понятие о счастье. Она может оказаться в 3 часа ночи, на троещине, в караоке, с уволенными клоунами. И это будет считаться еще отличный вечер. Страшная девушка, она незаменима в походе. Она точно знает, какие из грибов ядовитые. Простите меня, Александр. Я, конечно, должен был выжимать раньше. Наверное, может быть, и своровал у вас. Какие-то шутки, но очень хотелось посмотреть, как терпят наши комики. Саш, 50 тысяч гривен. Аплодисменты, я думаю, должны быть именно на эту сумму. Саш. Да. Вы знаете, что у нас сегодня суперигра? Да, знаю. И вы можете уйти отсюда не с 50 тысячами, а со 100. Для этого вам нужно будет еще за одну минуту рассмешить наших комиков. Но вы помните, что если это не получится, вы уйдете с нулю. Да, да. Хотелось бы искнуть. И к тому же, я просто эту шутку не дорассказала, там было дальше. Мне очень нравится. Ну, возможно, вам не особо понравится. Но я хочу все-таки дорассказать ее до конца. Итак, на кону наш главный приз, вернее, супер-приз. 100 тысяч гривен. Удачи. Она точно знает, какие из гаевов ядовитые. В случае чего может отпугнуть медведя. И она знает, как начинается второй куплет. Песни видели ночь, гуляли всю ночь. А еще у нее хайя постоянно красная, потому что она следит за костром. И я думаю, что сейчас красные Харри будут у наших комиков, потому что они разрываются с веки. Перед нами стоит победитель нашей игры, которая выигрывает 100 тысяч гривен. Победитель супер-игры Александра Перевертайла. Саша, это было великолепно. 100 тысяч гривен. Вот это смешно. И когда тебе не стыдно, и ты не прячешься за бумажкой, и ты понимаешь, что это просто смешно. И ты это никогда не придумывал. Вот же еще в чем кайф, что приходит человек абсолютно, который выдает какой-то юмор. Вдруг, ты понимаешь, блин. А ты каждый день пишешь-пишешь юмор. А ты каждый день пишешь-пишешь. А ты понимаешь, а это по-другому. Круто. Круто. Спасибо.